Всем здорова! Решили мы сейчас вместе с вами посмотреть один из старых роликов Сындука про канал Карусель Безумия. Точнее, Карусель называется канал, но... А ролик называется Уроки Плохих... Видимо... Плохых... Плохых... Монет, да. Вообще, канал Карусель, я с ним знакома достаточно поверхностно. Мы с ним знакомы... Мы смотрели обзор Чика-Чака. Да, Чика-Чака. Вот. Хорошо. Он был изумительный. Поэтому погнали посмотрим, насколько интересный обзор будет у Сындука. Знаете, с появлением быстрого и дешёвого интернета мы совсем забросили телевизор. Ну, то есть, в основном мы используем его чисто в качестве монитора. Либо для просмотра интересующих фильмов, либо для поигрулик в консоли. Ну, я думаю, забросили мы. Ну, типа вот... Мы забросили, наверное, телевидение именно. Не телевизор, наверное, а телевидение. То есть, каналы вот эти все... Ну, тогда ты смотришь в интернете. Сам ящик мы, в принципе, можем использовать. Вот все сказали, как монитор. Там, то есть... Нет, я... Туда можно вдуклить интернет. Плейстейшн. Использовать его... Ну, или Xbox. Кто-то что любит, конечно. Смотреть и дубчик. Я говорю про другое. Я говорю, что это мы с тобой не смотрим. А старшее поколение очень даже смотрит. Нет, да, до сих пор смотрит. Ну, поэтому это как раз касается более такого молодого поколения. Чем младше, тем меньше, мне кажется, телек смотришь. Ну, не знаю. Возможно. Нового поколения. А, я же уже сказал про фильмы. Но ведь мы столько всего упускаем, забивая на ТВ. Ведь сейчас, чтобы отвоевать аудиторию обратно, телевидению нужно стараться куда сильнее и делать программы куда круче, чем раньше, и чем то, что нам может предложить интернет. Так? 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 15 сезонов? Ладно, здесь типа нет. Отбросы. О боже, это же типа... Настоящие, анимемы, отбросы реально называются. Ну, вообще, есть сериал американский, который называется Отбросы. Там несколько сезонов было, я смотрела, по-моему, там вроде бы два сезона или сколько-то там. И это получается, знаешь, как обычно, вышла теория большого взрыва, а в Беларуси попытались сделать теоретики. И тут то же самое, короче, сделали, короче, типа сделали отбросы, только в русской версии все очень плохо. Кто смотрит подобное, делает это сознательно. Я же хочу коснуться темы российского детского ТВ, ибо тут все куда хуже. Все очень плохо. По требованиям лицензии федерального вещания 15% эфирного времени каждого канала должно быть отвезено под детские программы. Раньше это соблюдалось. Вспомните мультики после школы на СТС или утренний блог Диснея на первом канале с передачками от Супонева. А что мы имеем сейчас? Ой, было так круто, я помню, ты ждешь с самого раннего утра, просыпаешься, утром завтракаешь, ты смотришь мультики. Такой кайф на самом деле. А еще я помню, когда была у тебя вторая смена в школе. Я ужасно не люблю вторую смену, потому что тебе как будто очень мало времени вечером остается. Но зато очень классно, ты утром просыпаешься. Ну что ты там, ты делал уроки какие-то минимальные, сидишь и до школы целый утро смотришь мультики. Утром обычно шли повторы предыдущих вечерних. Ну, как раз такие вечерние, которые ты просрал, потому что был в школе, делал домашку. Ночной эфир Яралашин СТС. Без 10.12. Самое актуальное время, ну да. Дети же все сидят без 10.12, ждут Яралаш. Это может, Яралаш 18+. Со сценами курения, наверное. Как таковые детские блоки не то, чтобы исчезли. Они просто перебрались на отдельные каналы для малышей. Сразу оговорю, что я не пытаюсь идеализировать телевидение прошлого. В моем отрочестве из детских каналов был только кабельный Фокс Кидс, который воспитал меня инфантильного дебила. Сегодня существует два детских канала федерального, то есть бесплатного формата. Первый это Дисней. А второй из Чадия Ада. Чёртово колесо, завораживающее своим безумным и хаотичным ходом. И имя ему... Карусель. Телеканал Карусель, который по сути является слиянием теленяни и Бибигона, в эфире уже не первый год. Мама, я родился. И зоны его вещания уходят далеко за пределы нашей великой и могучей. СНГ, Европа, США, Арабские Эмираты, Канада, Израиль, Индия. Миша, Миша, Миша. Помимо очевидных тарших медведей, фиксиков, лунтика и смешариков, в сетке карусели существует огромное количество по-настоящему таршового контента отечественного производства, накопленного за долгие годы отсутствия дельной дирекции детских программ. И, видимо, банального разбила бюджета. Эти, мать их, лица. Эта анимация. За что? Хроненберг со своими нечто и мухой и близкими стоял по уровню боди-хоррора рядом с этим. Похоже! Иначе называется «Говорим без ошибок» и изначально была создана для канала Бибигон. Бибигон, Бибигон! Что ты построил? Что разрушил? Бибигон, Бибигон! Слушай, а хорошо, если бы была бы такая заставка на самом деле, песня была бы такая шикарная. С помощью убогих 3D-моделей и живых актеров программа разжевывает детям... Слушай, тут такая еще съемка выглядит такой просто супер дико старой, такой прям как... Она как будто сидит на пляже, там солнце такое офигачит. Да, такой... Солярий такой жесткий. Сзади поставили просто эту вот стену вот эту вот с доской. Да, типа, и все, пожалуйста, сиди там, а сзади там, знаешь, как будто она откидывается, там море, там чайки, дельфинчики. Не, на самом деле, мне кажется, просто передачка эта очень старая. Ну, реально, съемка очень старая выглядит, да, да, да. ...за филологии. Возможно, конечно, что изначально это шоу предназначалось для упрощения домашнего образования людей с ограниченными возможностями. Ну, скажем, для слепых, которым посчастливилось не видеть этот графоний. Это анимация 2007-го года. Для справки, история игрушек была выпущена в 95-м. Видимо, 2007-й действительно проклят, и у тех, кто рос в то время вообще не было никаких шансов. Ибо на улицах Блейзеры, а дома эти лица. Совсем из-за потребления Блейзера просто. Созданием занималась известнейшая студия Пилот. Та самая, что подарила нам братьев-пилотов и шедевральную взрослую версию... Ой, блин, а я смотрела про вот этот мультик первый, который был. Мне это страшновато было. Ну, потому что точно больше для взрослых дизайн. Поэтому взрослые ржали, я знаю, с этой всей штуки, а для детей как бы немножечко дизайн персонажей не сильно такой приятный. Ну, то есть ты смотришь какие-то как будто взрослые какие-то дядьки. ...передачи «Спокойной ночи, малыши». Правда, позднее авторы, видимо, чтобы не очернять добрые ими студии, стали подписываться как некое ООО «Борт номер один», о котором невозможно нарыть абсолютно никакой информации. Просто самолеты. Единственное, что выдает поиск, это расшифровку термина «Борт номер один», позывной любого летательного аппарата ВВС США, на борту которого находится президент штатов. Понятно. Значит, Обама виноват. Было стоя 180 серий, говорим без ошибок. 180. И, в общем-то, изначально ведь были поставлены вполне добрые намерения. Повысить среди детишек грамотность. Но кто выдержит 180 серий этого ночного кошмара студии «Пиксак»? Почему бы не сделать лучше, но меньше? Заговорим без ошибок, незамедлительно последовало продолжение. Стал ли там у причины феноменальный успех и выход в вышку ТВ-рейтинга, неизвестно. Встречайте, уроки хороших манер, 91 эпизод, и какое изобразие, 120 эпизодов. И здесь всё та же с... Слушай, это прям уже больше, чем первый сезон «Наруто» получается. Дорая добрая бомжатская анимация, так полюбившаяся зрителям первых 180 серий. Не изменяя традиции, с полным отсутствием синхронизации речи с анимацией ртов. Мы? Почему? Мы? Мы? Да, мы! Попрошу, пожалуйста, первую фразу. Сейчас. Ага. Сейчас. Чего? Забавно, если смотреть мультфильм с выключенным звуком, то можно попытаться прочесть по губам персонажей то, что они говорят на самом деле. Попрошу, пожалуйста, первую фразу. Ага, ща! Падла, сука! Паскуда! Ну, там всё и было! Ну, нормально. Ну, лучше добавить «уважаемый». На, нах, на, сука! Слишком идеально совпадает. Не ожидал. Говорим без ошибок. Мы посмотрим слово «юмор». Блин, да ну тебя нахуй, а! Манер? Блин, не б***ла, сука! Чувствуете иронию? Неужели это и правда паскалка? Прикол. Слушай, а прямо если, а реально, если, допустим, аниматоры сидели, им говорят, вот напишите, что вот надо там делать заставки, какие-то приятные вещи, говорит. И они начали такие мутюки синхронизировать, делать липсинг под мутюки. Прикол такие, давай сделаем. Паскалки. Кто-нибудь заметит. Хитровые б***й троллинг или банальная дешевизна анимации? От студии пилот можно ожидать чего угодно, особенно если оглянуться на невышедший эпизод передачи «Тушите свет» со смачными мутюками. Гвосьняску. И семь гномов. Счёпка, еб***ь тебя, б***ь, 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 б***ь. Мяу, мяу, ой, б***ь. Твой гав, гав, конечно, б***ь. Ведущая говорит без ошибок. Что-то по телеку было. Ну, прикольно, что по телеку такое можно было. Позно. Если бы, если бы, если бы, если бы, то как бы можно, нормально. Ну, да. Мою журналу СНОП ответила на вопрос об использовании мата в своей жизни. Уважаю мат, но не могу заставить себя произнести его, а также написать. Зато могу незаметно выплеснуть его в детском полуобразовательном мультике. На этом странности мультсериала не заканчиваются. Например, здесь всего семь мультяшных героев, которые ходят в школу, где больше никто, кроме них, не учится. Да и сам город выглядит пустоватым. Единственное, кого мы можем увидеть... Город выглядит, как будто там ещё вообще деревья сделаны из какой-то ваты, покрашенной зелёной. В кадре, помимо семерых детей, это живые учителя. Ключевое слово «живые». А ученики представляют у себя дешёвые трёхмерные модельки. Будто бы не живые. Здесь всё не просто так. Гнусная анимация использована для метафоры, чтобы показать не живых, то есть мёртвых, персонажей. А точнее, их души. Я в свежий асфальт упал. Так я же болею. Гиперболическое, гротескное изображение прекрасно иллюстрирует всё душевное уродство, скрытое в героях. Всего их семеро, и каждый олицетворяет один из основных грехов. Капец. У меня что-то как в мурашки пошли. Тщеславие, похоть, алчность, уныние, гнев, печаль и чревоугодие. Школа здесь – это не что иное, как чистилище, где души этих семерых грешников, грубо говоря, должны научиться хорошим манерам. Пройти курс исправления, чтобы потом попасть в рай. И медленно, но верно они делают успехи. Где-то к трёхсотой серии... Подожди, получается, все приглашённые гости, чувак, сам себе режиссёр – это всё их духовные наставники? Типа как ангелы, что ли? Проводники для исправления? Эти невежи наконец приветствуют учителя стоя и говорят хором, а не как до этого. Здравствуйте. Здравствуйте. Уроки – это очищение душ умерших от грехов. А учителя – ангелы-проводники под... Я так и сказала. ...стающиеся помочь героям. А, в жопу эту конспирологию. Вариант с мультюками мне больше нравился. Я тоже. Сука! Вообще, я видела, как выглядит канар... И подожди, есть ещё, кроме карусели, какой-то мультимания? Я не знаю, это российский или это только у нас показывают. Ещё там какие-то есть каналы. Я на российский ещё есть. А они, наверное, слишком свежие. Это же обзор старый. Видно, что совсем старый материал. Да, это, наверное, будет каруселька. Сейчас больше, сейчас больше. Мне кажется, карусель тоже там своих. Он подрос, тоже своих наполазил там. Знаешь, что мне кажется? Я сейчас как заметила. Они даже не российские мультики ставят. Они просто скупают права, или если они вообще их скупают. Причём я не уверена. На какие-то иностранные мульты. Типа я взяла какой-то тайваньский мультик. То есть там конкретно... Дублируют их, правильно? Да, да, да. Там какие-то персонажи, типа там, как там, Биба и Боба. Нет, Дуда и Дада. Дуда и Дада. Я извиняюсь. Дуда и Дада. Он там вроде бы как какой-то тайваньский или какой-то китайский. И не просто там персонажи, знаешь, там панда красная. То есть конкретно персонажи больше адаптированы всё-таки для того населения, того региона. То есть и просто вот эти мульты, короче, пускают. То есть там какие-то китайские рейнджеры в виде животных. Что-то такое я видела. А российских мультиков, мне кажется, даже они уже не парятся. То есть они даже уже не стараются эти шоу снимать. Думают, зачем? Мы просто выкормим к каким-нибудь китайских мультфильмах. И продублируем, и всё, и норм. Типа детям всё равно. Ну, по крайней мере, я смотрела это всё с пятилетним пельмянником. Ему вообще было всё равно. 10 минут, потом она доедает, она начинает беситься, и всё. Да-да, два долга, да-да. Так это и работает. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.